МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире события в студии Андрей Трой. Сегодня в выпуске. Дом для высоких умов. В Самаре открылся центр разработок в области энергетики. Строили и перестроили. Во властной столице перевыполнен план по строительству жилья. Амброзию под нож. В Самаре идет борьба с аллергенным растением. В областной столице открылся международный инжиниринговый центр группы компаний «Электрощит». Решение о создании столь крупного проекта было принято инвесторами в 2013 году. Открыть его планировали сначала в Варшаве, потом в Алма-Ате, но в итоге выбрали Самару. Почему наш город оказался в передовиках энергетических разработок, узнавал наш корреспондент. Восьмиэтажное здание в форме куба, облицованное синим стеклом, по мнению молодых инженеров, символизирует сапфир. Ценные и уникальные разработки в области энергетики будут производить внутри нового международного инжинирингового центра группы компаний «Электрощит». В торжественном открытии приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин и глава администрации Самары Олег Фурсов. Завод «Электрощит» производит более трети всей электротехнической продукции на отечественном рынке. Самарское оборудование и комплектующие востребованы и за рубежом. Предприятие входит в состав международной компании, лидера в области управления энергетикой. Теперь в Самаре крупнейшему производству добавился и передовой центр инженерной мысли. Такая крупная компания сегодня позируется не просто каким-то производством. Тут в том же будут работать люди, которые создавать будут новые вещи. И они понимают, что пришли сюда по-настоящему, надолго и делать вещи, которые, может, будут работать 10, 15 или на 20 лет вперед. Более 300 сотрудников – молодые, талантливые конструкторы, инженеры, маркетологи, технические эксперты – будут разрабатывать проекты стоимостью в миллиарды рублей для России, стран СНГ и даже Африки. Здесь разместится и департамент комплексных энергетических решений. Новое направление, специалисты которого создают проекты под ключ – от идеи до воплощения. Этот центр будет очень важным, потому что если не бежать, если не упражняться, если не идти вперед, наши конкуренты будут нас обгонять. А мы хотим быть за год законодательной модой в электрическом области. Не случайно международные инвесторы стремятся развивать бизнес именно в Самаре. Городские областные власти открыты для сотрудничества и помогают в реализации передовых идей. В областной столице уже строится еще одно уникальное для России предприятие по производству так называемых «сухих» трансформаторов. А в перспективе лидер в сфере энергетики планирует открыть и центр полного спектра финансовых услуг, который будет обслуживать все заводы компании в СНГ. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Между заводом «Электрощит» и 118-й школой Красногленского района было подписано соглашение о социальном партнерстве. Работники предприятия учат иностранные языки и одновременно прививают ученикам школы любовь к энергетике. О том, как работает дуальное образование, расскажет Павел Баймаков. Преемственность поколений не только в семьях врачей. В 118-й школе Красногленского района более 800 учеников. У каждого четвертого родители работают на заводе «Электрощит». На встрече с руководством предприятия глаза у ребят горели. Многие хотят продолжить семейные традиции. Тем более, что перспективы открываются интересные. Я несколько раз уже бывал на аудиенциях. И мне кажется, что это очень хорошее предприятие. И там не только я могу развиться умственно, но и как карьерный рост. Сейчас мы участвуем в международном проекте. Нам нужен специалист, который готов ехать в Корею, разговаривать, договориться, чтобы вкладывать наше оборудование в проект. Нам нужны люди, которые готовы ехать в Узбекистан. Обратная связь между школой и предприятием налажена. Более тысячи сотрудников завода занимаются в помещении, предоставленном школой. Учат английский язык. В свою очередь дети работников завода имеют льготы. Ряд детей учат бесплатно дополнительно иностранный язык в группах, которые организовали предприятие для детей и сотрудников своего предприятия. Так что заботу они ощущают на каждом шагу. Еще один плюс для жителей Красной Глинки – шаговая доступность предприятия и полный соцпакет. В рамках социального партнерства стороны продолжат подготовку потенциальных сотрудников завода. Ежегодно на электрощит устраивается порядка 20 молодых специалистов. На сегодняшний день предприятие предлагает более 40 вакантных мест по двум десяткам специальностей. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. 159 самарских школ из 160 уже готовы принять учеников в новом учебном году. За парты 1 сентября, по данным городского департамента образования, сядут более 100 тысяч школьников. 12% из них – первоклассники. Среди учащихся есть и те, кто будет грызть гранит науки дома. Речь идет о 170 учениках, которые выбрали альтернативную семейную форму обучения по тем или иным причинам. Родители обучают ребенка самостоятельно, либо нанимают учителей. Несколько раз в четверть они должны привезти ребенка в школу, и он должен пройти аттестацию. Контрольные работы и так далее. То есть он получает задания, он получает объем материала, который необходимо усвоить, и потом через определенное количество времени он должен его сдать и подтвердить, что он программу эту прошел. Еще два буквально года назад таких детей у нас были буквально единицы. Но большинство школьников обучается все же по традиционной форме. Образование в самарских школах на достойном уровне. По итогам прошлого учебного года в областной столице 88 стобальников. Причем большая часть медалистов остается в регионе и продолжает обучение в местных вузах. Новая система самоуправления позволит решать вопросы благоустройства быстрее и эффективнее. Особенности реформы активные горожане обсудили на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Подробности у Марины Кравцовой. Активисты. Старшие по домам и подъездам. Немало сил они тратят на то, чтобы сделать жизнь в своем доме комфортнее и уютнее. Председатели советов многоквартирных домов хорошо знают, как долго порой приходится этого добиваться. Беседы на встрече с главой региона Николаем Меркушкиным в конструктивном рабочем ключе. Одна из главных тем – реформа местного самоуправления. На нее активисты возлагают большие надежды. Вопросы капитального ремонта домов, благоустройства дворов и внутриквартальных дорог теперь будут решаться на местном уровне в разы быстрее и эффективнее. А главное – районные власти в своей работе будут руководствоваться мнением горожан. А жители – контролировать, на что тратятся бюджетные деньги. Очень многое определяют самими людьми. Очень многое. И будет еще больше определяться самими людьми. И насколько люди будут вовлечены в этот процесс, в процессы созидательные, конструктивные процессы. От этого во многом будет зависеть и результат, и комфортность проживания, и во многом уровень жизни. Именно старшие по домам станут связующим звеном между жителями и властью. К тому же многие из председателей советов МКД – члены общественных советов микрорайонов. А общественные советы в перспективе будут наделены законодательной инициативой – правом предлагать новые законопроекты. Изменения в Самаре уже заметны, говорили старшие по домам. В регионе успешно реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году будут отремонтированы полтысячи жилых зданий. Разительные перемены и на улицах города. Жители домов в районе улицы Маломосковская долго ждали, когда преобразится сквер мира. Сейчас он приобретает европейский вид с цветной плиткой и рулонными газонами. Вы когда-нибудь видели, чтобы столько тротуарной плитки было положено? Вообще видели? А видели, чтобы столько было отремонтировано тротуаров? Николай Апанов в жизни никогда не ремонтировался Николай Апанов. Сейчас она идеальна. То есть это люди реально работают. Как дальше будут развиваться районы и город в целом полностью зависит от самих горожан. От выбора, который предстоит сделать 13 сентября. В районы и советы депутатов должны войти люди, всей душой радеющие за благополучие и развитие своего района. Люди, чьи интересы будут совпадать с интересами жителей. Павел Пресняков, Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре перевыполняют план по строительству жилья. Всего в городе за первые полугодия ввели в эксплуатацию 15 многоэтажек, 20 малоэтажных домов, а также более 100 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подробнее Марина Матвеевшина. Более двух с половиной тысяч квартир ждут своих хозяев. По сравнению с прошлым годом в Самаре темпы сдачи и ввод в эксплуатацию жилых квадратных метров увеличились более чем в два раза. Это треть от всего вновь построенного жилья по Самарской области. Увеличивается и количество разрешений на капитальное строительство домов. Тенденция наметилась достаточно благополучной в плане жилищного строительства, так как мы уходим от системы точечной застройки к комплексному освоению территории. Активно идет стройка социально важных объектов к чемпионату мира по футболу 2018. Ливневые коллекторы в Постниковом и Орловом оврагах, водоводов стадиона, реконструкция первой и третьей очередей набережной. В планах четвертая очередь – реставрация памятников культуры в районе Стрелки. Глава администрации Олег Фурцев отметил, работу нужно ускорять уже на этапе подготовки документов, используя для этого самые современные технологии. У нас не должно быть примеров, о которых в недавнем прошлом, когда разрешения по ключевым объектам, социально значимым, готовятся буквально месяцами или годами даже. Если мы хотим быть успешным городом, опорным краем, как говорит губернатор для России, значит мы должны научиться очень быстро, очень качественно отрабатывать все инициативы. На достигнутом власти останавливаться не намерены. Несмотря на экономическую ситуацию, набранные темпы строительства готовы сохранять. Марина Кравцова, Марина Матвейшина, Сергей Баскин. События. Ремонт всех теплосетей в Самаре необходимо закончить до середины сентября. Переложить теплотрассу в этом году планируют на 60 объектах. Сейчас работы ведутся практически на всех участках. В преддверии Дня знаний первый замглавы администрации Самары Владимир Василенко поручил завершить ремонт возле всех школ и ответственно отнестись к выдаче разрешений на вскрытие асфальта. Особенно рядом с проезжей частью. Сейчас ремонт теплосетей полным ходом идет в Ленинском районе, на улицах Рабочая и Ярмарочная. В Самаре активно уничтожают амброзию. Небольшое и неприметное с виду растение может доставить людям немалых хлопот. У многих на него аллергия. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова, вредную траву косят по всему городу. Легендарная пища греческих богов. Это в мифологии амброзия, эликсир молодости и бессмертия. А в жизни трава, которая не дает людям покоя. Валерий Паньков перед дурманящим растением устоял. Еще и всех вокруг от него защищает. Цель, как у терминатора, найти и уничтожить. Сосед у меня постоянно просит ее скосить. Я ее кашу, потому что он сам не вынужден, потому что болеет от нее. И жена тоже так же. Но я уничтожаю, как могу. Середина августа – самая благоприятная пора для роста амброзии. Высокой влажностью, умеренной температуры, воздуху, вредные растения распускаются во всей красе. Чтобы проявилась аллергическая реакция, достаточно нескольких зерен амброзии. Это один из сильнейших аллергенов. У людей с повышенной чувствительностью к этой траве не получится вот так вот запросто держать ее в руках. Заброшенные территории и стройплощадки. Здесь кусты амброзии превращаются в заросли. Растения, которые портят самарцем жизнь, косят везде. Так и дышится легче, и облик города сорняк не портит. В принципе, покос поддорожных газонах ведется постоянно, когда растительность достигает определенного размера, высоты. Но если в предыдущий период основной растительностью была трава, то сейчас этот сильный рост к амброзии пошел. Можно сказать, что мы основной упор делаем, но мы скажем, что не амброзия. С дурманящей травой в Самарине церемонится. Лучший способ борьбы с неприметным снаружи, но опасным внутри растением, как только появится, рубить на корне. Алина Чемерес, Сергей Баскин, События. Благоустройство территории, ремонт внутриквартальных дорог и строительство зон отдыха – это самые острые вопросы, которые, по мнению жителей микрорайона «Металлург-1», требуют немедленного решения. В рамках проекта «На связи с губернатором» активные жители микрорайона встретились с представителями общественного совета, чтобы совместными усилиями решить все наболевшие проблемы. Наш корреспондент подробнее. Комфортные условия жизни напрямую зависят от каждого сознательного гражданина, уверен Андрей Манько. На встречу с членами общественного совета мужчина пришел с конкретной целью сделать свой двор таким, как несколько десятилетий назад. Андрей помнит, во времена существования райкомов площадка 43-го дома по улице Енисейская была одной из лучших в районе. Среди цветов даже бил фонтан. По словам мужчины, территорию необходимо благоустроить, чтобы был доволен и стар, и млад. На встречах проекта на связи с губернатором люди могут задать все накопившиеся вопросы. Общественники постараются ответить на каждый и найти пути его решения. В составе общественного совета микрорайона «Металлург-1» 16 человек. Среди них медики, строители, председатели ТОСов и просто активные люди, которым не безразлична судьба района. Совместными усилиями, уверены общественники, смогут и горы свернуть. Мы сейчас проблемные вопросы записали. У нас уже 101 обращение в общественный совет. Но их просто нужно будет решать. Созидание и совместная работа – основная цель реформы местного самоуправления, которая активно проходит в Самаре. Уже 13 сентября жители сформируют команду созидания на выборах в районные советы депутатов. Павел Бимаков, Павел Пресняков. События. Жители поселка Шмидта теперь смогут оформить свои участки в собственность. Они единогласно поддержали смену зонирования территории поселка. По результатам публичных слушаний поселок Шмидта перевели в зону малоэтажной застройки. Раньше территория находилась в промышленно-коммунальной зоне и частично в полосе отвода железной дороги. Расположение жилой застройки в зоне предприятий и складов не позволяло самарцам улучшить состояние своих обветшалых домов. Погласовали единогласно, возникли новые предложения, которые также были учтены. И теперь они, в общем-то, статус тот, который и должен быть, который называется G1, если говорить юридическим языком, который им позволит сейчас в полной мере ощутить свои права. Любовь к спорту самарцам прививают тренеры-общественники. Неравнодушные граждане нашлись во всех девяти районах Самары. И каждый вкладывает свою лепту в популяризацию здорового образа жизни. Занятия проводятся как для старшего поколения, так и для совсем юных горожан. С этого года деятельность тренеров под свое крыло берут общественные советы микрорайонов. Они будут ответственны за проведение различных праздников и спортивных соревнований в дворах. Строимся сюда! Самара спортивная готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года и растит своих чемпионов. В городе работают 105 тренеров-общественников. Евгений Архипов все свободное время проводит с малышней на футбольной площадке. Говорит, когда предложили стать тренером-общественником в Самарском районе, согласился не раздумывая. Мне ничего собирать не надо было. У меня уже все ребята уже были. С самого начала, когда я еще не работал тренером, у меня уже здесь все было, и мне даже ничего собирать не надо было. Мне было проще, чем остальным тренерам-новичкам. На тренировки на свежем воздухе приходит и старый млад. Для пенсионеров разработана специальная программа. Тренировки бесплатные. Этим летом набрал обороты социальный некоммерческий проект «Фитнес в парках Самары». Департамент по физической культуре и спорту администрации городского округа Самара сейчас ведет активную работу с фитнес-центрами города по вопросу привлечения сотрудников в качестве специалистов по физической культуре и спорту, а также определение площадок для проведения бесплатных занятий. На заседании общественного совета по спорту глава администрации города отметил, важно не только организовать работу тренеров, но и отслеживать результаты их трудов. Как снизилась, например, преступность среди несовершеннолетних в тех или иных районах, это же как раз прямые итоги работы тренеров. Сколько вы подготовили ребят для того, чтобы они продолжили спортивное образование в школах наших? Сколько, может быть, вы подготовили победителей городских соревнований, районных соревнований? Городские власти делают спорт доступным каждому. В парках и скверах устанавливают антивандальные тренажеры, строят новые спортплощадки. В ближайшие годы в городе появится 33 спортивных объекта. До конца 2015-го в Самаре будут работать 8 ледовых дворцов. Вы видите, какие усилия предпринимает губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин для того, чтобы развить инфраструктуру современную. И мы должны все усилия эти поддержать для того, чтобы как можно быстрее инфраструктура создавалась, реализовывалась и шла пропаганда здорового образа жизни. Сейчас все спортивные школы переходят на федеральные стандарты образования. И это уже принесло свои результаты. Звание мастер спорта получили на 19 человек больше, чем годом ранее. В следующем году самарские любители спорта получат 35 универсальных спортивных площадок. Торги пройдут в этом году. Соответственно, к работам приступят только в следующем. В этом году в городе установили 12 спортплощадок, 7 из них на территории школ. Остальные в парках и скверах. В Куйбышевском районе уже в этом году начнется реконструкция стадиона «Нефтяник». Глава администрации Самары Олег Фурсов написал письмо в областное правительство с просьбой оказать содействие в финансировании работ. Этот проект поддержал губернатор Николай Меркушкин. Любой желающий мог попробовать себя в новой роли – велогонщика и снайпера. В лесопарке 60-летия советской власти прошел чемпионат по велобиатлону. О необычном виде спорта расскажет Сергей Кизоркин. Выбить 10 мишеней за 2 огневых рубежа, проехать 3 зачетных круга по 900 метров. Каждый промах в тире – дополнительный штрафной круг. Здесь все как в классическом биатлоне, только лыжи спортсмены поменяли на велосипеды. Интересно, азарт определенный, соответственно, хотелось бы почаще участвовать, но не всегда получается, не каждый год. В этом году понравилась техническая трасса, то есть она достаточно техничная, сложная. То есть несколько… один хороший подъем, один средний и пару хороших спусков. И плюс техническая трасса, прохождение между деревьями. Интересно. Вот стрельбовая трасса у меня подкачала, к сожалению. Ну ничего, будем работать. Новую биатлонную трассу построили в парке 60-летия советской власти в районе больницы Середавина. Первые испытания дистанции прошли успешно. На старт вышли более 200 велогонщиков из Новокуйбышевска, Чапаевска, Тольятти, Самары. Белый биатлон в Самаре уже набирает обороты. То есть появляются не просто желающие поучаствовать, а те люди, которые уже начинают основательно готовиться. То есть они уже обзаводятся своими винтовками и раз в месяц точно выезжают со своих винтовок, пристреливаются. И, соответственно, также улучшают свои качества техники владения велосипедами на кросс-контрейных трассах. Чемпион по самарскому велобиатлону определялся два дня в нескольких дисциплинах. Детская гонка, взрослых суперспринт, гонка-преследование и эстафета. Поехала тренироваться в деревню. Мы с папой там проезжали какое-то расстояние, потом стреляли, тренировались. У нас была имитация гонки. Если не готовится, ты ничего и не добьешься. В этом году открытый чемпионат Самары по велобиатлону получил финансовую поддержку от городского департамента спорта. На грант организаторы приобрели полевой тир и винтовки. Альтернативы самарскому велобиатлону в России нет. Поэтому поклонники этого вида спорта приезжают соревноваться в столицу 63-го региона со всей страны. И пока наши спортсмены задают тон на трассе и занимают весь пьедестал почета. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, Максим Гусев. События. Международное агентство ФИЧ подтвердило долгосрочный рейтинг Самары на уровне 2Б+, со стабильным прогнозом. В краткосрочной перспективе рейтинг 2А, со стабильным прогнозом. Это означает, что город имеет стабильный баланс между доходами и расходами, в том числе и на обслуживание долга. Плюс означает, что город в перспективе может занять и более высокое положение благодаря перспективам финансовой поддержки и инвестициям в экономику. Агентство надеется, что Самара сможет поддержать хороший операционный баланс. Первый участник нашего конкурса появился на телеканале. Пользователь Денис Зацепин первым выложил в Инстаграм фотографию Самары с хэштегом Самара429. Денис пишет, рад за Самару. Больше всего радует, что в большинстве дворов стоят хорошие детские площадки. И для ребенка всегда можно найти недалеко от дома и качели, и горки. Главное продолжать и не останавливаться на достигнутом. А мы рады за Дениса и уверены, что это не последняя его работа. Присоединяйтесь и вы к нашему конкурсу, а то я по правилам не могу. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru Следуйте за нами в Твиттере, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok